всем привет с вами александр встреченко и владимир кафаров и мы у владимира кафарова на даче и что мы сегодня будем готовить володя расскажи нам я вчера вечером купил рулечки замариновал их в рассоле сольным сольный рассол добавил специи перец чеснок немножко соевого соуса и чеснока много-много мелко нарезал замариновал на ночь вот мы взяли будем сегодня готовить и выдачи все виде будет интересно и также мы будем готовить картошку жарить на сковородке которого сделал владимир кафаров из чего а также мы будем жарить картошку на этой сковороде и вот такие ребра прекрасные мясные ребра будем жарить вместе с этой картошкой плюс мы добавим разноцветного перца вот такая красота у нас острого перца зелень лук и все будет и так все красиво за успех нашего дела с каждым годом мы стареем и оставаться пьяным и молодым становится все сложнее так давайте же выпьем за здоровье а пока владимир кафаров разжигает костер мы сейчас порежем ребра на отдельная часть вот такое ребро у нас есть давайте возьмем ножичек и порежем ребра сложим сюда мисочку и будем это все вместе среди какая прелесть просто прелесть жирненькая ребрышка и это все мы будем жарить на сковородке мы уже говорили сейчас мы это все порежем ребро и начнем резать картошку хороший нож острый у нас добра порезали почти давайте вторую возьму порежу очень классно мясное ребро куча мяса смотрите идите сюда посмотрите так вот ребро классно давайте его порежем идет дождь конечно ничего страшного ничего не боится дождь дождь не страшен водира кафарова никогда ничего не останавливал до ребра просто классные не нашли классные ребра режутся куча мясо да классные большие ребра куски мяса и также мы порежем картофель картофель мы порежем дольками только не думаю порезать может чуть меньше вот так она будет выглядеть этот картофель сюда мясо положим не умазывать миски не те хотелось бы сказать приехали на дачу думали дождя не будет но дождь начался конечно чуть-чуть мешает но как говорит о чем у кафаров а нас не останавливает если есть плохая одежда а не плохая погода картошку мы чуть нарезанными потом дорежем давайте возьмем такую красоту при такие перцы у нас есть большие красные желтые перцы есть у нас такие помидорчики разноцветные светофор есть у нас вот такой вот перец острый перец интересный перец что-то с перцем случилось на болел где-то в действиях мы его порежем это все будет в картофель ложится давайте это пока уберем возьму перчик желтый перчик не помыли уже разрезаем этот перец красивый перец удобрим чуть-чуть землю вырежем это все давайте порежем перец перец мы порежем тоже такими большими брусками как картофель это будет смотреться классно в картошке разноцветный перец возьмем красный перец порежем красный перец открываем какая красота у нас а запахи какие от перца запахи пахнет костром мангалом все красиво у нас получается давайте порежем тоже большими брусками перец у нас получается такой светофор такой вот перчик получается давайте его порежем большими брусками как мы говорили теперь возьмем для пикантности возьмем красный острый перец отрежем его жопку типа шляпку жопку не важно разрежем вот так сердцевину мы почистим почистим сердцевину от давайте его отрежем просто вот так вот почистим и нарежем тоже не маленькими брусками большими кусочками выкинем почистим этот перец зерен порежем такими брусками большими брусками не все любят острое владимир кафару ты острое любишь очень уважает острое и высыпаем этот перец в эту же в эту же мисочку помидоры порежем попозже чтобы они не стекли и когда мы будем заканчивать картофель жарить с ребрами мы возьмем вот эту гранат вот этот гранат вот он как он выглядит все посыпем сверху и будет красота то есть будет светофор из перца будет картофель запах картофеля этих ребер мясных и гранат по красоте и по вкусу он будет дополнять эти свиные ребра а также давайте мы нарежем лук нам надо лук нарезать лук волокольца его нарезать давайте нарежем в картошечку лук одевать наши ручки давай ты будешь одевать рульки а я пока нарежу лук их локализовать подержу стол прокалу хорошая кожа до проколову рульку нормально пока нарезаем лук пока вова будет в подвешенном состоянии мы же будем жарить то есть готовить подвешенном состоянии бедный шампур этот шампура делает все для вас видеть дешевле стоит чем взять проволоку с нержавейки и сделать крюк я объездил сегодня все магазины все наши ставьте лайки за то что согнули шампура пока нарезаем лук давайте сейчас посмотрим владимир кафаров подойдем пангалу сейчас он еще одну рульку наденет на шампур аккуратно давай подержу стол до руки маринованные мы уже говорили вы или чем маринованные космы и подвесим опять от качок но с огнем шампур так же мы картофель бросим веточку розмарина свежий розмарин очень сильный запах бросим его немного потому что перебьет даже запах мяса сильный запах да зато свежий дам совет розмарин если готовить дома и его немножко поджарить прямо на газе может чуть-чуть на костре его чуть-чуть обдать огнем или ну или если у кого горелочка я обычно горелочки и вкидываешь мясо сразу в мясе чувствуется вкус типа ты его поджарил на огне давайте подойдем попробуем посмотрим как владимир фару вешает сюда рульки класс давайте посмотрим вот так вот она и будет висеть у нас и при оттавливаться я думаю где-то часа полтора до володя минимум полтора часа него готовится томиться а сейчас пришло время пожарить наши ребра бомбовые ребра мы ведь вы видели какие ребра мы сейчас их обжарим а что-то у меня в руках я не пойму бомбовая какой-то из ребер у меня думаю бомбовое ребро давайте пожарим это эти ребрышки наши но она и масло сюда для красота масло стекает жоп сковородка горячие руками ложим шипит классно серебра положим уже сковородка разогрелась давайте мы просто их высыпем и тут красный перец мы сейчас с красным перцем обжарим ребра и чтобы не зарел мы оттуда выберем но он чуть-чуть оставит а старту в этих ребрах это будет классно что мы добавим до доставит дать свою пикантость давайте так вот разложимся просто просто красота вот так это не жарятся перчик сейчас дойдет у нас чуть-чуть а тем временем у нас заповятся рульки я думаю это будет вкусно 100 класс добавим чуть масла окла она уже ребра уже взялись уже начинают поджариваться просто классно перчик по бокам положим потом до вытащены сковородочки это будет классно просто классно переворачиваем быстро хватаются ребра быстро жарятся огонь хороший костер а тем временем я вам предлагаю употребить употребить максимально полезное анти коронавирусное красненькое и сочненькое венцо за понимание быть добро ставьте лайки что с вами мы убрали перец острый перец отдал свои соки ребра классно пожарены сейчас мы будем забрасывать картофель давайте забросим картофель просто классно слушайте эти звуки какая большая скорость большое блюдо класс это классно сразу ставьте лайки за такие блюда и подписывайтесь на канал владимира кафарова александр стрельщиков это просто шедевр а что угадает в каком супермаркете мы купили мясо тому будет счастье самый сладкий и вкусный батончик и самый дорогой из этого супермаркета а пока у нас жарится картошка мы посмотрим что у нас рульками а рулечки просто рулечки смотрите же какой золотистый цвет ароматика особенно вот это вообще бомбей класс но еще час не прошел пока мы их повесили так что я думаю пару часиков а там посмотрим и будет просто бомбезный бомбей вкуснячий бомбей а сейчас мы бросим забросим в эту картошку лук уже наполовину а то у нас картофель лук сюда лука надо много да свой сок мясу отдаст сок будет это классно все на зелень и перец мы положим конце да у нас много лука мешать пока не будем пускай возьмется корочка в картошке так классно обильно луком все сделаем а сейчас пришло время болгарского перца мы сейчас свежий болгарский перец разноцвет зрения прелесть и мы это все посыпаем картошечку нашу тем перчиком красивым перчиком его чуть-чуть поджарим курочка взялся картошка у нас почти готова мясо готово такая получается у нас красота из перца давайте его чуть помешаем вот такая вот красота получается вот такая вот красота у нас получается с перцем итак у нас идет завершение приготовления картофеля мы наша рулька потомилась на в мангале в мангале мы взяли и разрезали чуть-чуть поджарили обжарили ее сейчас мы добавим зелень зелень с граната с гранатом вот так вот мы посыпем зеленью сейчас розмаринчик пойдет сейчас на розмаринчика мы даем так вот зеленью посыпем обильненько посыпем зеленью было все классно у нас возьмем розмаринчик с тем возьмем гранатку поставим середину у нас чуть-чуть до сока сейчас пойдет сок зеленью и возьмем веточку розмарина снимем с точки розмарина много не надо вас барин очень сильный я думаю где-то вот столько нам хватит за это все надо выпить и прилить и обмыть спасибо что были с нами спасибо владимиру кафарова что пригласил на дачу я надеюсь не последняя и спасибо вам и выпьем за здоровье наши наших родных близких и за наших подписчиков подписывайтесь на канал владимира кафарова александра а мы были с вами всем пока пока пока